ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дарова, братаны! С вами Лобстерс, это был Кефира Рокенролла. Мы продолжаем с того момента, когда пришла Ульяна с палочками... И... Жара твой, пришла Лена и захотела послушать, как они будут играть. Ну чё, продолжаем. Ульяна пришурилась, что-то пробормотала, а затем застучала по крышке тумбочки. Я подхватил. Несколько тактов мы сыграли вместе, а потом я сбился, но вроде бы довольно чисто поймал ритм снова. Лена удивлённо посмотрела на меня, а когда мы закончили, вскочила и сделала бит, что осматривает. Нет, не наш Сенька, его... Нет, это наш Сенька, его не подменили, ничего себе! Лен, вы чё ему вчера вкололи? Лекарства? Что такое? Что такое? Да слышала? Он же играет почти по-человечески, я думала, что-то для повышения талантливости, хотела попросить и для Алиски дозу. Улья ехидно засмеялась. Не знаю, я в этом не очень разбираюсь, но по-моему, да, неплохо. Почему ты так удивлена? Да ему же медведь на... Ой, прости, Сенька, короче говоря, раньше у него плохо получалось, а тут гляди, как шпарит. Он целый день упражнялся. Семёныч, я была не права, ты не хуже обезьяны, прости. Опять ты про обезьяну, за сколько можно-то? Брось, я же любя. Мы с Леной уставились на неё. Чё, чё? Тьфу ты, блядь, размечтался, как братика. А-а-а-а. Я-то уже испугался. Уля не сильно стукнула меня палочкой по плечу. Меня что ли? Нет-нет, ты хорошая, вредная, но хорошая. Да, Лена? Пожалуй. Лена сделала вид, что задумалась, потом кивнула. Да, она ничего. То-то же. Ульяна, довольная, с собой принесла поднос. Ешь, давай, а то мне некогда, надо ещё платья на вечер готовить, а утюг один на семь человек. Платья? Платье, платье, танцы ведь забыл? Я погрустнел. О прошлых танцах воспоминания остались самые приятные. Хотелось бы их освежить, но чёртова простуда смешала все карты. Чего нос повесил? Да так, вспомнил прошлое выходное. Хочется ещё с Мико потанцевать, а я тут сижу. Что значит с Мико? Ульяна обняла меня за плечо, но тут же отпустила. А со мной? Я ему кушать ношу, а он? Вот возьму и обижусь. Не обижайся. Да я уже привыкла. Вечно ты меня обижаешь. Я? Ты? Врунишка. Она показала мне языки, и я продолжил. И вообще, тебе есть... Тебе есть кому танцевать? Ведь есть? Ульяна посерьёзнела. Есть. Вроде бы. Обещал пойти со мной, но как-то неохотно. По-моему, чтобы отвязаться. Да ладно, не отказал ведь. Так что не теряй времени, лови момент. Что, вот прямо так сразу? Ты сейчас о чём? Это... Она засмущалась. Я про танцы, а ты? А я думал оцеловаться и всё такое. Ну, смотри сама. И посмотрю. Главное, не хулигани. Это я тебя знаю. Ой, не нудил. Ты пыел? Ага. Спасибо, Оля. На здоровье. Я как младшая, вечно в клубе цветы поливаю, кота кормлю. Теперь вот ещё и басиста. Извини, не хотел тебя грузить. Да шучу я. Ну, до вечера. Ульяна собрала тарелки и в припрыжку выбежала из изолятора, опасно балансируя под носом на одной руке. Я улыбнулся и опрокинулся на постель. Интересно, даже Ульяна заметила, что моя игра стала лучше. Неужели эта девушка из сна помогла? Кто же она такая? Сон? Призрак? У людей глаза в темноте не светятся, это точно. Может, Ульяне рассказать? Ей было бы интересно. Но тогда опять начнётся охота на привидений, и я догадываюсь, кого она потянет в сообщники. Снова сидеть в кустах и кормить комаров очень не хотелось. Голова разболелась с новой силой. Как же не вовремя! Виола, конечно, запретила, но у меня была мысль сбежать на танцы сегодня вечером. Похоже, не выйдет. В изолятор заглянула Лена. Она уже сменила форму на платье для танцев. Ты как? Может, ещё таблетку? Вообще, вечером надо, но если плохо, то можно и сейчас. А, вообще, вечером надо. Оставь на всякий случай, я попробую заснуть. Я пока уйду, ты отдыхай. Если что, Виола в админкорпусе. Вдруг будет нехорошо, позови кого-то или сам к ней сходи. А, ты на танце? Да, меня мальчик из младшего отряда приглашает. Ну, разве можно отказать? Сильно младшего? Шестиклассник! Блять. Не, ну, хотя бы так. Она улыбнулась. Не могла ему отказать. Он так настойчиво просил. Я его понимаю. Выглядишь, кстати, потрясающе. Ага. И потрясающе. И в некоторых местах. Спасибо. Как кавалеру присмотрись. Вдруг... Любой. Хе-хе. Ну тебя. Подъебал. Она негромко рассмеялась и вышла. Я прикрыл глаза и попробовал уснуть. Таблетки чуть приглушили головную боль, да и жар, по-моему, начал спадать. Я померил температуру. 37,8. Ладно. Никто и не ожидал, что всё пройдёт сразу. Я почти заснул, когда в окне над моей кроватью что-то стукнуло. Поскребело, а потом на меня рухнула тёплая шерстяная масса. Я приготовился дол... дорого продать свою жизнь, но оказалось, это всего лишь кот. Пират? Что б тебя напугал? Как ты меня нашёл? Чёрный кот довольно проворчал что-то и устроился у меня на плече. Он прижался к шее тёплым меховым боком. После чего включил механизм утробного мурчания и, кажется, задремал. С тех пор, как я появился в клубе, пират всем своим кошачьим умишкам привязался ко мне. Главным образом, потому что я не мог устоять перед его умиляющим взглядом. Немало кружков колбасы и половинок котлет перекочевали в его пушистое пузо из моих рук. Я попробовал сбросить его с подушки, но он с убийственным упрямством возвращался назад и ложился на то же место. Наконец, я сдался. Ладно, чёрт с тобой, только когти не выпускай. Котель Нево посмотрел на меня одним глазом, словно обещая подумать над моей просьбой. Затем зажмурился и замурлыкал с удвоенной силой. Ещё несколько минут я слушал это басовитое мурчание, а потом, наконец, заснул. Ой, твою мать! Ну и, пионер, гитары тебе мало, решил кошку завести? Ты вообще про стерильность и санитарию что-нибудь слышал? Разноцветные глаза виолы насмешливо поблёскивали прямо напротив моих. Одним пальцем она почёсывала пушистое кошачье пузо, отчего пират смешно извивался и потягивался. Не виноватая я, он сам пришёл выгнать, да? Пускай сидит. Кот обнял руку медсестры и старательно показывал, что выгонять его не нужно. Только сейчас я сообразил, что виола не в халате, а в нарядном платье она выглядела потрясающе, о чём я ей и сообщил. Спасибо за комплимент. Как самочувствие? Так себе. Получше, но всё равно температура и голова болит. Медсестра вздохнула. Скорее всего, вирус. Но раз так антибиотики тебе не даём, без толку. Витамины пей и отдыхай. Думаю, до завтра полегчает. Хорошо бы. Жалко танца пропущу. Это намёк? Да! Пионер, прояви сознательность. Нельзя с простудой на танце. Там Мику будет, а я здесь, понимаете, застрял. Да что я, молодой не была, что ли? Всё я понимаю. Вы сейчас молодая. Нельзясти не поможет. Не, правда, признайтесь. Эж будете с Шуриком танцевать. Виола мечтательно улыбнулась. Посмотрим. Ты давай-ка перевернись на живот и подставь свою... Глютеус Максимус. Сейчас её окольнём. Блять, боже, я только сейчас допёр что-то жопа. Ча-ча? Спусти шорты, вот чего. Отшлёпает. Она быстро сделала мне укол. От входа раздался... Смущённый голос Ульяны. Семён! Тут ты чё, дороже-то? А почему как не придут и без штанов и в кровати, а вокруг какие-то женщины? В дверях толпился музыкальный клуб в полном составе. В небольшой и приёмной сразу стало шумно и многолюдно. Сам удивляюсь, как это выходит. Везёт, наверное. Виола осмотрела нашу компанию. Я не поняла, что здесь за собрание? Все лишние на улицу. Лишних тут нет, только свои. Ладно, пионеры. Давайте быстро. Что у вас? Мы цветы полили, а осталось Сеньку накормить. Кстати, а... Откуда здесь ваш... На шкоду взялся? Вот оно что. Больного товарища пробедать. Ну, это дело нужное. Один человек остаётся здесь. Все остальные на улицу. Мне завтра пол мыть. Ладно, ладно. Микуля, бери под нос, а мы пошли. Виола, я на секундочку, можно? Сенька, мне нужно твоё мнение. Надо же, какие мы сегодня нарядные. Ну-ка, покажись. Мы немного поработали над Ульяной, и мне кажется, здорово вышло. Рыжая выскочила на середину комнаты и показалась мне. Всё это время я любовался Мику, не особо обращая внимания на остальных, и только теперь заметил произошедшие в Ульяне перемены. Детские хвостики исчезли, уступив вместо симпатичной прическе. Чёрная атласная лента с бантом охватывали рыжие непокорные локоны, и только выбивающиеся спереди пряди напоминали, что это наша Ульяна. А не чудом забежавшая в густи маленькая принцесса из сказки. Лёгкое светлое платье подчёркивало стройную фигуру. Вместо хулиганистой пионерки, которую я привык видеть, передо мной стояла юная красавица. Я молчал, подбирая слова, а Ульяна смущённо ждала моей реакции. Ну что, как я выгляжу? Тебе нравится? Просто невероятно! Ты сегодня очень красивая! Знаешь, даже страшно отпускать тебя на танцы. Парни из-за тебя подерутся. Ой, скажешь такое. Тебе правда нравится? Мне очень. Надеюсь, сама знаешь, кому тоже понравится. А если нет, то он, дураки, такой красоты не заслуживает. Но я уверен, что он будет в восторге. Пусть только попробует не быть. Ушатает. Надо же, как все перевозбудились из-за танцулик. Алиса осталась в форме. Только завязала рубашку узлом на животе. И снова перевязала галстук на руку на манер банданы. Ей действительно плевать на свой внешний вид. Или она хочет, чтобы так думали. Не знаю. Я улыбнулся ей. Весело ведь. Тоже мне веселье. Значит, ты не пойдешь. Я бы лучше в клубе поиграла. Но Ольга Дмитриевна отняла у нас все ключи и сказала, что явка на танце обязательно. Придется идти. По-моему, действительно не хочет. Но что делать каждому свое? Мой клубный ключ остался лежать в домике вместе с ключами от квартиры. Мику подошла ко мне, поставила поднос и присела рядом. Виола мягко, но настойчиво подтолкнула Алису с Ульяной к выходу. На пороге обернулась и, кажется, подмигнула мне. Мику подвинулась поближе, взяла меня за руку, и мы остались наедине. Прохладная ладошка легла мне на лоб. Мику вздохнула. Все температуришь? Кажется, да. Ты извини, я хотел с тобой сегодня потанцевать, но не выйдет. Плохо. Я за тебя беспокоюсь. Может, все-таки в город поедешь? В больницу? Не надо волноваться. Виола говорит, все нормально. Вот-вот поправлюсь. Вчера хуже было. Ольга Дмитриевна попросила, чтобы я ей с музыкой на танцах помогла. Хочешь, я отпрошусь и посижу с тобой? Хорошо бы. Но я же спать буду. Зачем тебе сидеть и скучать? Затем. Я же переживаю за тебя. Знаю, моя хорошая. Мне очень приятно, но не нужно беспокоиться. Обещаю, как поправлюсь, мы с тобой непременно станцуем. Она улыбнулась и прижалась лицом к моей груди, глубоко вздохнув. Смотри, я все помню. Ты пообещал? Конечно же! Я погладил ее волосы, обнял и прижал к себе. Упругие холмики ее грудей упирались в меня, заставляя сердце учащего добиться. Момент показался подходящим, так что я осторожно опустил руку вниз по ее спине, именно в талию, и остановил ладонь чуть пониже. Мелко... Мелькнуло легкое опасение, что сейчас она встанет и уйдет. Но Мику только тихо хихикнула, ухватила мою руку и передвинула повыше. Но, блин... Не балуйся! Я повторил попытку с тем же результатом. Меня шлепнули по руке. Ну, Сеня, не шалев, вдруг увидят. И чё? Я вернул руку ей на талию, вздохнул и поинтересовался. Ты мне сюрприз обещала. А где сюрприз? После танцев. Ммм, почему-то я... Вот предполагаю какой. Мику улыбнулась и встала. Я поймал ее за руку и прижал к губам. И я буду ждать. В смысле, вечера. Очень-очень. Я тоже. Мику посмотрела на нетронутую еду. А почему не ешь? Так не поправишься. Давай, кушай. Что-то не хочется. Я попозже, хорошо? Нет, так не пойдет. Знаешь, я в детстве часто болела. Когда у меня была температура, я тоже не могла спать. Не хотела есть. Только сидела и в окно смотрела. Как же нам тебя заставить покушать? Ой, придумала. Давай я тебе помогу. Мику осторожно освободилась из моих рук. Пододвинула тарелку, подцепила ложкой порцию каши. И аккуратно поднесла мне ко рту. Скажи, а... Я довольно кивнул. Ммм, здорово. Может, давай я дальше сам? Это неловко как-то. Мику покачала головой. А мне нравится. А вдруг кто увидит? Засмеют ведь. А если на платье капнешь? Жарко. Жалко портить такую красоту. Уговорил. Давай еще ложечку, а дальше сам. Кое-как я доел ужин и сыто перевалился на спину. Скажи честно, тебе нравится борца с умой, и ты решила меня откормить до таких размеров? Ничего подобного. Теперь закрывай глаза и отдыхай, а я после танцев приду. Она собрала посуду, оставив одну котлету на случай, если проголодаюсь, обняла меня на прощание и вышла. Я с удовольствием вдохнул ее запах, оставшийся в воздухе, зажмурился и негромко рассмеялся. Ради таких моментов стоило провалиться в прошлое. Да что там, если она будет со мной, то согласен остаться здесь навсегда. Черт с ней, с квартирой, с имуществом, с кактусами и новенькой игровой видеокартой еще в упаковке. Пират вылез из-под кровати, тоже понюхал воздух. Его интересовали не ароматы девичьих волос, а тарелка с котлетой. Даже не смотри, баюнидом! Желтые глаза продолжали преданно смотреть на меня. Он снова негромко мяукнул. Очень жалобно надо заметить. Имей совесть, я больной, мне белок нужен, тебя уже кормили. Заебал. Вздохнув, я отломил ему половину котлеты. На, подавись, вымогатель! Кот тихо заурчал и стал пожирать свой неприкосновенный запас. Мой. Потом выпросил и вторую половину. Теперь, если нападет дикий жор, придется брать пример салисы. Взламывать кухню и воровать болки. Я вспомнил нашу встречу у столовой и ее торопливое бегство от славяны. С площади уже доносилась музыка и голоса пионеров. Из окон приемной я мог... Я мог бы посмотреть на них. Хотя из-за спины Генды, но почему-то не хотелось. Слишком похоже на картинку, где Золушка прижимается носом к окнам, за которыми идет бал. Куда ее не пустили. Я погладил кота и потянулся за гитарой. А то как Семен будет хуярить метол узнаем уже в следующий раз. Ну, а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok